стать не поможет. Невозможно, оживя в страсти, иметь верную жену. Верность — это качество благости. Когда люди вкладывают силы в отношения и учатся прощать, просить прощения, учатся молитвы, они становятся верными. Потому что сама неверность — она — это всего лишь слабость судьбы. Почему человек становится неверным? Потому что у него не хватает сил быть верным. Мужчине нужно счастье, он привыкает к своей жене. А он счастлив от того, что использует тело жены. Если ты радуешься телу женскому, телу красивым, наслаждаешься им, придёт время, ты от него устанешь. Потому что в этом мире надоедает всё, даже самое красивое. Тебе нужна будет другая женщина, а это приведёт к тому, что ты разрушишь свою семью. И ты будешь плакать потом горючими слезами. Потому что, связавшись с другой женщиной, ты разрушишь отношения не только со своей женой, а также со своими детьми и с теми, кто был близок к тебе, они в тебе разочаруются. Поэтому даже счастье от половых отношений не должно быть целью жизни. Человек должен ставить более высокие цели, потому что, когда жена верная, и когда ты с ней возвышенные отношения строишь, она тебе никогда не надоест. Понимаете, всё материальное в этом мире надоедает, а всё духовное не доест ни на когда. Там совсем другая арифметика. Когда человек улыбается другому человеку, это рождает улыбку, и это рождает улыбку в ответ. Это никогда не закончится. Когда человек строит материальные отношения, то 1 минус 1 получается 0. Когда человек духовный 1 минус 1 отдал улыбку, получил 2 назад или 500. Понимаете, другая арифметика совсем. Поэтому жизнь благости является победой над своей судьбой, настоящей победой. И вот возможность побеждать свою судьбу с сердцем, это как раз возможность только в благости находится. Потому что если твоя психика привязана к работе, ты не сможешь сосредоточиться на иконе. Но тебе будет очень трудно, потому что сосредоточенность зависит от цели жизни. Итак, вернёмся назад к нашей теме. Смотрите, я решил, допустим, сосредоточиться на чём-то возвышенном, молиться, думать о Боге и победить свою судьбу в сердце. Первое, что произойдёт? Первое произойдёт, это то, что во время этой молитвы ко мне в умпы будут приходить все мои цели, одна за другой. Вот всё, что я делал до этого и стремился ко всему, это всё будет лезть в мои мозги и мешать мне молиться. Потому что как определить, какая у тебя цель в жизни самая главная? Как это определить? Когда ты расслабляешься и начинаешь просто произвольно о чём-то думать, отдыхаешь просто. В этот момент, момент отдыха, твоя цель влезет тебе в голову, и ты о ней будешь думать. Если целью является ребёнок, то тогда ребёнок влезет в голову. Если целью работа, работа влезет в голову. Если твоей целью является выпить, значит, выпить влезет в голову. Если девушка моей мечты, королева красоты, то значит, она влезет в голову. То есть, влезет в голову, то о чём ты думаешь. То есть, сто процентов так будет, что является целью жизни. Но понимаете, проблема заключается в том, что наша жизнь сама оставит цели перед нами. И разумный человек, он с помощью своего силы, своего разума, а разум означает понять, нужно осознать. Разумный человек силой воли, усиливая своей воли, постепенно меняет свою цель жизни, и так он меняет и направленность своей жизни. Есть три типа целей, которые определяют три типа направленности жизни. Это описано в древних русских сказках. Там говорится, «Этой дорогой пойдёшь, счастье обретёшь, не оглядывайся назад. Этой дорогой пойдёшь, коня потеряешь», в скобках «жену». И этой дорогой пойдёшь, себя потеряешь. Три пути в жизни есть только, три дороги. Первая дорога — это невежественная жизнь. Когда человек настроен жить только для себя, ему на всех наплевать, и он всех ненавидит, злится, он живёт в этой двойственности постоянно, у него куча врагов, он всех хочет победить. Есть фильмы, которые про таких людей написаны, ну, как бы составляются про людей в невежестве. Этот фильм, он всегда одинаковый, понимаете? То есть там вот всегда одна и та же картинка такая. И весь фильм вот так. Постоянно с кем-то воюет. И в конце концов побеждает, конечно же, у нас же хороший результат, чтобы он начал смотреть. Цель — личное счастье. Самое разрушительное. Вторая цель — счастье моей семьи, моей страны, более расширенное личное счастье. Страстная жизнь. Другие фильмы уже. Это фильмы про то, как человек успешно живет в жизни. Успешно. Это «Санта-Билиберда», там и разные такие вот многосерийные эти сериалы, в которых успешную жизнь пытаются показать. То есть люди привлекаются этим успехом и постепенно думают, что так и есть. Это и есть настоящее счастье. Есть и очень мало фильмов благостных, остров, допустим, где говорится о душевной жизни, о том, как прощать, как молиться, как побеждать судьбу, как думать о других, отдавать свою жизнь другим и так далее. Это очень редко, но это самое главное. Это то, что надо. Это то, что надо. Жизнь. Итак, жизнь в страсти означает цели очень такие простые, то есть свое личное, семейное благо. Жизнь в благости — это изучение, как жить правильно. Человек, который чувствует, что это все ему надоело, он не удовлетворен такой жизнью, ему надо что-то более ценное, возвышенное, он начинает учиться понимать, как устроен этот мир. Он пытается учиться прощать, просить прощения, пытается понять, есть ли святость или нет. Он пытается изучать жизнь святых людей. Он пытается правильно организовать свою жизнь. Начинает изучать, а если я пораньше встану, если я пораньше лягу, если перед тем, как ложиться спать, всех прощу. Человек изменится в моей жизни, насколько сон улучшится. Он начинает изучать, думать уже о своей судьбе. Он пытается ограничивать себя в каких-то ненужных вещах. Например, захотелось, полюбил девушку, а у тебя есть жена, ребёнок. И ты начинаешь как-то молиться, пытаться сделать так, чтобы туда не убежать, на сторону. И побеждаешь свою судьбу, в конце концов. Остаёшься в семье. И так далее. Эта жизнь внешне кажется тяжелее. Вроде бы все живут нормально, вот идём, живём, как обычно. Но она очень счастливая, эта жизнь. Она приносит очень много радости в сердце, счастья, такая жизнь, без всякого сомнения. И всё зависит от цели, выбранной цели. Давайте разберём цели, как это разбирают священные писания. Веда объясняет, что есть несколько видов целей, которые определяют жизнь человека. Если человек считает, что самой главной целью является работа над собой, он пытается также заботиться о своих близких, пытается прощать, просить прощения. Он пытается изучать законы этой жизни, как правильно жить, и пытается жить по этим законам. Как есть, допустим, десять заповедей там. Возлюби Бога, как самого себя. Не изменяй. Прощай. Не злись ни на кого. Не убивай там, и так далее. Вот. Дальше. Он ставит целью выполнять свои обязанности, пытаться понять, а вот что вот нужно моим близкому человеку, моей жене. Знаете, как трудно понять психику противоположного пола? Это просто кошмарно тяжело. Вот женщине, например, очень трудно понять, почему мужчина такой невнимательный. Я же внимательная, а он по-другому соткан просто. Для него внимательность это аскеза. Ну, для того, чтобы быть внимательным, надо совершать усилия над собой. Просто для удовлетворения жены. Если мужчина это понимает, а большинство мужчин вообще даже не понимает, что надо с женой быть, как с пушинкой, которая летит в воздухе. И надо вот так аккуратненько, чтобы она никуда не улетела в сторону. Так нежненько женщина надо обращаться, ласково, мягенько, так вот так вот, как с пушинкой женщины надо себя вести. Вы согласны, женщины? Все согласны, все. Женщины согласны. Но они не знают, как с мужчиной себя вести. Вот в чем проблема. Самая была большая ценность для женщины, это признать ее центром красоты в доме. Самое гармоничное создание, самая красивая, самая прекрасная личность, которая рядом со мной существует. Так мужчина должен думать о жене. Теперь как жена должна думать о муже? Женщины, вдохните, выдохните. Сейчас будет непросто. Вообще думать как бы о муже очень трудно, в принципе. Потому что думается всегда только о том, как он передо мной виноват, в чем он виноват. Люди в основном думают не о том, чтобы заботиться о других, а думают о том, в чем они передо мной виноваты. Это означает, что цели в жизни уже неправильно поставлены, в принципе. Итак, мужчина очень сильно нуждается в поддержке. Нужно считать его цели в жизни самыми главными и ценными для себя. Нужно, женщина должна считать, что он очень, как бы, сильная личность, правильно нацеленная, что он обязательно победит в жизни, что у него все будет хорошо. Женщина должна учиться подчиняться мнению мужа. Это просто обязанность женщины подчиняться его мнению. При этом, женщина, не беспокойтесь, ваше мнение при этом не будет не учтено. Наоборот, если вы не подчиняетесь мужу, тогда ваше мнение будет враждебным, и муж всегда, мужчина будет всегда против него. А если вы подчиняетесь мнению мужа, то тогда в этом случае все равно все будет по-вашему. Потому что ценности разные. Вот у мужчины главная ценность — это чтобы его мнение признали. А дальше, что будет, неважно уже. А для женщины главное — это то, что будет дальше. А если его мнение признают, да, и он говорит, ты просто перекладываешь ответ. Вы скажите «да», спасибо. Я согласна с тобой. Пойдем пить чай. Чего бы он ни сказал, надо соглашаться. И будет всегда все по-вашему. Приведу пример. Допустим, классический пример. Вы захотели красивое платье. Нужно сесть. Все знают этот пример. Работает, да? У кого получилось, поднимите руки. И еще раз. А? А? Не перестали писать, когда... Надо повторить еще раз. Не перестали писать, а не перестали. Да? Да. Пример такой. То есть, если женщина захотела платье, не надо ни о чем беспокоиться, платье скоро будет у вас в этом шифонере. Сто процентов. Для этого надо сделать следующее. Надо сказать мужу, не волнуйся, я больше у тебя платье просить не буду. Вот. И вечером сесть и немножко поплакать. Так как мужчина, он... Психическая атмосфера в квартире создается женщиной. Если женщина плачет, значит, все страдает, даже дараканы в квартире. А если женщина рада, то все радуются, даже собачка. Вот. Поэтому, ну, атмосфера психическая в квартире зависит от настроения женщины. Поэтому мужчина ходит юзом вокруг жены, когда она плачет. Она начинает плакать. Вот мужчина плачет, никто не подойдет. Ну, плачет и плачет себе. Если женщина плачет, то тогда муж подходит и говорит, в чем дело? Че такое? И надо в этом случае ему говорить, а все хорошо. И он скажет, ну, как все хорошо? Есть же проблема какая-то. Ты плачешь, значит, есть проблема. Я не хочу тебя беспокоить своими желаниями. Он будет достаивать опять. Причем мужчина может сидеть на лекции в это время. Ему все равно понравится эта вся схема. Он все равно будет счастлив от того, что произойдет. И он будет говорить, ну, все-таки скажи, в чем проблема. Она скажет, ты знаешь, я такая дура. Мне все равно это плаке хочется. и плакать опять дальше. Дальше что произойдет? Он уйдет из комнаты, будет думать. Время он будет думать. Вы поплакали и все, и улыбаетесь ему уже, все хотите. Скажите, я уже не хочу платье, Он скажет, ну, нормально, слава Богу. А потом на следующий день опять чуть поплакать. Особенно, если действительно платье хочется. И он купит обязательно, сто процентов. Поднимите руку мужчины, который в этом случае не купит. Есть такие? Ни одного не понимаю. Теперь второй вариант. Женщина подходит к вам и говорит, хочу платье, хочу платье. и постоянно мозги парить. Поднимите руку, кто не купит из вас в этом случае? Видите, сколько вариантов сразу. Женщины, вы поняли, что делать? Надо очень смиренно с мужем себя вести. И если вы слезы имеете в жизни, то слезы надо на себя направлять. В своих слезах винить надо себя. И тогда мужчина сам признается в своей вине. Он говорит, нет, это я виноват. Услышали меня, женщины? Легко так жить? Нет. Поэтому надо знать, что очень легко обвинять во всем близкого человека, очень легко считать, что он неправ, он искалечил мне всю свою, мою жизнь, очень легко считать, что у него плохой характер, и очень тяжело понять, что я причиной всех своих страданий, и проблема заключается в том, что я просто не знаю, как устроен он, как устроена я, и я не знаю, как жить правильно, и поэтому я страдаю. Но если человек узнает, то тогда он прощает все близкому человеку и меняет его таким образом. есть определенное правило, как поменять близкого человека. Для этого нужно сделать следующее. Первое, что нужно понять, что недостатки близкого человека он сам не знает и не узнает, если вы не поможете ему. Никогда в жизни не узнает. Человек не может узнать свои недостатки, потому что он к ним привык. Они ему кажутся нормальными. Это очень трудно признать свои недостатки. Очень трудная вещь вообще, в принципе. Первое, что нужно сделать, нужно молитвой принять эти недостатки. Эти недостатки близкого человека предназначены для того, чтобы мы страдали. Это наша судьба. Мы сами в прошлом имели эти недостатки и сейчас получили их в виде близкого человека. Первое, что нужно сделать, нужно в молитве принять недостатки. И в тот момент, когда вы уже привыкнете к недостатку какому-то близкому человеку, в этот момент вы увидите, что он высветится наружу. Ну, допустим, жена капризничает. Допустим, женщина, когда она обижается, она капризничает. Она считает это недостатком или нет? Нет, потому что она это делает, потому что она очень чувствительная, и она чувствует, что вот ее чувствительность никто не замечает. Ее ранят словами, ранят поступками, она обижается, и ей очень трудно жить, как бы. И такая женщина, она думает, это они все виноваты, они такие грубые и вообще не понимают, насколько я тонкая натура, как бы чувствительная, и я не знаю, как вообще с ними со всеми жить. Но такая женщина называется обидчивая. Хоть она и сама этого не понимает, она думает, это они плохие, а я нормальная. Я же с подружками нормально разговариваю, нет проблем. А как бы я с ними вот с мужем разговариваю и постоянно обижаюсь, потому что он такой плохой. Но если мужчина ведет себя таким образом, что он подчиняется любому капризу женщины внешне, то есть он снисходительно к ней относится внешне, то в этот момент, когда он так себя ведет, вскрываются ее капризы. Она видит, каких усилий стоит ему для того, чтобы себя так вести с ней, и начинает чувствовать себя неудобно, что она слишком много хочет рядом с ним. Поднимите руку, у кого кто из мужчин сделал такой поступок и получил такой результат, что женщина стала замечать свои капризы в результате того, что мужчина, ну вы же женщина, как это, у вас муж так сделал, да? То есть он начал вести себя вот уступчиво с вами, и вам стало неудобно, что вы капризничаете рядом с ним. Факт, сто процентов. Теперь второй вариант. Мужчина часто ведет себя грубо с женщиной, заставляя ее подчиниться своему мнению, ну давит ей на мозги буквально в смысле слова. Смотрите, как надо поступить. То есть женщина берет и просто соглашается, ведет себя скромно, но при этом не унижается, понимаете? Попытайтесь понять разницу между унижением и победой над судьбой. Когда женщина в молитве побеждает себя, мужчина ведет себя жестко с ней, она говорит, да, 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 мой хороший, все, но при этом она не унижена, понимаете? Вот какая разница. Если женщина, допустим, это делает искусственно, она да, 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 и сама вот зажимает, вот такая, становится, знаете, зачуханная такая, у нее даже гормональные функции начинают падать, она некрасивая становится такая, зачуханная вся и несчастная. И она копит, копит, копит эту обиду на мужа, потом хрясь и разрушает отношения с ним. И он страдает, потом неимоверно раскаивается, но уже поздно. Второй вариант. Женщина в молитве побеждает обиду мужчину и как бы она ему говорит, да, 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 мой хороший, да, все нормально, да, конечно, ты прав, все, все, все. И делает это, понимаете, без злобы, без унижения, а просто вот, просто так делает, и все. Спокойно, смиренно, радостно. Что получается дальше? А дальше мужчина сдувается, он перестает так жестко на нее нападать, потому что вся жесткость всего лишь возникает только от того, что женщина сопротивляется его мнению. А если она не сопротивляется, так что напирать? Он с ней начинает разговаривать спокойнее, мягче, перестает нажимать. Поднимите руку, у кого так получилась женщина в жизни? Пожалуйста. Это естественная вещь. И так всегда все работает. Вам интересно лекция или нет? Вы не устали? Песен мало? Хорошо, сейчас будем петь. Давайте споем, пока не знаю, о чем, сейчас что-нибудь прилетит в голову. Итак, идея такая, идея заключается в том, что именно тот путь, который становится самым неприемлемым и самым опасным в жизни является победоносным. Это путь, который даже мне, зная об этом, был просто невыносим. Понимаете, есть несколько черт характера, которые просто меня убивали в жене. Очень тяжело. И я как бы, как бы, у меня есть наставник, я к ним приходил и говорю, вот, это я от жены уже принял, все, успокоился как бы нормально, это я уже принял, и это я уже принял. У меня к вам один вопрос, я ему говорю, он говорит, какой? А если как бы я уже все это принял, и мне все уже как бы ничего не надо, может, мне вообще отреченность жизни начать жить? И он мне, знаете, как ответил, он посмотрел на меня и говорит, вот только теперь самое большое счастье в своей личной жизни ты и получишь. Когда ты все уже принял, все как бы недостатки близкого человека принял, вот теперь ты будешь счастливым. И так я уже принял, раз я принял, я могу об этом говорить. Но так как я не злюсь на нее, я могу говорить по-доброму и даже в шутку. Я иногда ее передразнила, насмеялась, потом каталась по полу, как, допустим, она себя в этой ситуации как вела. И потом я услышал от нее слова удивительные. Она сказала мне спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни. То есть она была очень признательна. И она потом начала делать точно так же. Она увидела, как я себя веду и начала так же с моими недостатками себя точно так же пытаться. И я тоже их увидел точно так же, как она увидела свои. То есть идея в том заключается, что человек не видит свои недостатки только потому, что это вызывает антагонизм и вражду. Когда две собаки гавкают, трудно понять, кто первый начал. Вот, поэтому как бы вражда есть вражда и понять, кто виноват в этом очень трудно. Но когда человек вражду не начинает, он действует по-доброму и уступчиво, то в этот момент включается разум у близкого человека. Как это происходит, я сейчас объясню. Разум всегда выключается в момент боли. Допустим, мы делаем что-то не так, это вызывает боль у близкого человека, он реагирует болью, у меня возникает боль, наступает скандал. Теперь второй вариант, я делаю что-то не так, он не реагирует, он с молитвой пытается простить. И то, что я сделал, остается на весу, понимаете, это не превратилось в событие, а это осталось со мной. Я, допустим, оскорбил близкого человека, а он простил меня, и я чувствую себя неловко, я чувствую, что я сделал что-то не то. Почему это почувствовал? Потому что он меня простил. А если оскорбил близкого человека, он не простил, то я думаю, вот правильно я о нем сказал, вот он так себя и ведет. Понимаете, тогда все нормально, совесть не включается в этот момент. Но сам путь принятия недостатков близкого человека, это как путь в пропасть. Кажется, что ты становишься беззащитным перед ним, кажется, что как будто бы у тебя нет никаких возможностей победы. И знаете, что самое сложное в этой ситуации? Люди, которые начинают этим заниматься, они знают самую большую сложность. Знаете, в чем сложность? А в том, что на это не хватает сил просто. Ты бы и хотела простить, но нет сил. Ты бы хотел принять, но нет силы терпеть боли. Ты бы хотел не ругаться, а не можешь. Понимаете? То есть нет сил. И вот эта возможность только из одного места берется в жизни. Это из молитвы. Нет других способов накопить душевную силу, чтобы уметь прощать, чтобы принимать, чтобы делать так, чтобы включался разум близкого человека. Разум включается только с помощью энергии любви. Вот допустим, некоторые меня просят, а прочитайте Олег Геннадьевич лекцию по воспитанию детей? Это очень важно. Я вам читаю лекцию по воспитанию детей. Она будет состоять всего из нескольких предложений. И вы все поймете, как воспитывать ваших детей. Очень просто. Если вы хотите, чтобы ваши дети развились, для этого все, что вы видите в них плохого, с помощью молитвы принимайте. вот есть какой-то недостаток у ребенка? Часто люди подходят Олег Геннадьевич у меня ребенок наркоман, у меня ребенок не хочет учиться, у меня ребенок грубит, у меня ребенок бьет кирпичами и кидает в соседских детей, у меня ребенок жадный очень, у меня ребенок глупый, злой и так далее. Первая стадия молитвы принять. Вот все хорошо у моего ребенка. Это объем работы. Это не недостаток, а просто объем нашей работы. Это то, над чем мы будем трудиться. Мой ребенок злой, это то, над чем мы будем трудиться. Все нормально. Переварило сначала, переварило. Первая стадия. Как только это произошло, дальше разум ребенка не будет терять силу в результате этих проявлений. То есть ребенок кинул кирпичом в кого-то. Вы его отводите и говорите по-доброму. И говорите ты знаешь вот этот мальчик он всю жизнь теперь будет страдать. Если ему по голове попадет, у него всю жизнь будет болеть голова от того, что ты сделал. По-доброму. Лучше так не поступай. то есть потому что понимаете важно чтобы разумом человек прочувствовал ситуацию и понял. Просто бить его нет смысла потому что он теряет осознание не приходит приходит ощущение страха допустим человек не будет кирпичать потому что он бояться будет что его побьют. Но зачем нельзя кидать он не поймет. Понимаете то есть у него не будет осознания осознание приходит только через любовь. Вот в этом есть моя главная фраза. Если вы вкладываете энергию любви человека тогда включается разум и он принимает понимает что делать дальше. Все педагоги мира говорят об этом по-разному. Но энергия любви является самой ценной в этом мире. Человек не может ее выработать из своего сердца просто так. Ее надо брать откуда-то. Вот это многие педагоги не знают. Что просто так не простишь своему ребенку. Просто так не примешь что он наркоман. Просто так не сможешь принять его лень допустим или безрассудство или его желание грубить. Принять просто так невозможно. Понимаете это всегда вызывает жуткую боль. И именно потому у вас вызывает жуткую боль. Потому что именно вам и поможет такой ребенок. больно. Потому что он является воплощением вашей же судьбы. Потому что вы так себя вели в прошлом и за это теперь наказаны. А человек всегда страдает только от близких. Чем больше мы привязаны к человеку тем больше страданий он нам будет причинять. Ну если допустим кто-то в автобусе сказал ты дурак допустим ну ладно твои проблемы и дальше едешь. Проблем больших нет. сказал спокойно и уверенно то это вызывает жуткие страдания. Почему так сказал вообще зачем так сказал понимаете близкие люди отрабатывают нашу карму недалекие они поэтому и нужны они поэтому близкими становятся чтобы нашу судьбу отрабатывать а сейчас вам вообще скажу удивительную вещь которую вы не знаете многие из вас не знаете может быть даже и скажу если не узнаете потому что принять ее очень сложно запомните когда человек в кого-то очень сильно влюбляется чувствует сильное очень жгучее чувство по отношению к этому человеку то именно этот человек и будет по полной программе отрабатывать его карму поэтому если у вас вам повезло и у вас семья создалась по-другому что вы испытывали друг другу не очень сильные жгучие чувства а просто встретились друг другом и просто общались много и почувствовали что у вас одни взгляды одинаковые на жизнь одинаковое понимание вещей одинаковое желание верить и жить вместе и вы на основе такого понимания создали семью вот тогда карма будет отрабатываться где-то в другом месте отрабатываться будет обязательно но не внутри семьи а вот если очень жгучее чувство любви привязанности и желания создало семью то значит именно внутри этой семьи и будет по полной программе бразильский телесериал по полной программе многосерийный художественный фильм от слова худо вы увидите в своей жизни поэтому в древней культуре старшие создавались создавать семи семьи у детей они смотрели какие чувства работают они видели если у людей одинаковые интересы они способны правильно общаться друг с другом правильно понимать друг друга были способны то тогда они создавали семью а если видели что у них жгучая привязанность друг к другу и просто желание наслаждаться друг другом они не разрешали не позволяли и так они охраняли детей от страданий ах мамочка на саночках каталась я весь день постречалась с колюшкой на свое я горюшко ах мамочка зачем говорила мама мне про любовь обман ною но напрасно тратила слова затыкала уши я ее не слушала ах мама мама как же ты была права поэтому очень важно знать что не все так просто в этом мире большинство людей мечтают найти себе такого человека с которым бы была вот такая жгучая любовь постоянно и они постоянно живут этой мечтой не зная что мечта возникшая спонтанно в сердце не всегда приносит счастье счастье приносит знание знание надо понять как устроено должны быть отношения настоящие потому что эта жгучая влюбленность не является настоящей любовью это просто желание наслаждаться человеком понимаете она дает вот такое жгучее чувство настоящее счастье между людьми возникает когда у них одинаковые цели интерес жгучее желание выживает всего лишь желание наслаждаться человеком часто даже человеку неинтересно какие у него цели интересы просто он рядом есть и хорошо люди часто даже не интересуются в таком случае друг другом как есть такой анекдот секс это еще не повод для знакомства часто бывает так у людей настроены просто наслаждаются друг другу хорошо им неинтересно Познать цели, желания близкого человека. Но если люди поспокойнее относятся друг к другу, чувство тоже есть, но оно имеет другую природу. Оно не такое жгучее, не такое страстное. То тогда они могут общаться, изучить цели, желания, сопоставить. Пытаться понять, как мы будем вместе жить. И сделать решение принять уже. Видите, знание — это важная вещь. Если человек не знает многих вещей, допустим, некоторые думают, вот гонять ребёнка есть правильный способ воспитания. Строгость — это факт, что это правильный способ воспитания. Но вопрос заключается, в чём правильная строгость. Допустим, взять и разобрать вот это понятие «любовь к ребёнку». Обычно люди думают, что «любовь» означает покупать игрушки ребёнку. Это означает потакать его желанием. Ничего хорошего нет. Дальше. Наказывать его. Наказывать — это и серьёзная штука. Это экзамен для родителей. Если родители наказывают со злобой, то они разрушают сердце ребёнка и его разум. Строгость является высшим проявлением любви. В западной культуре, к сожалению, вообще этого не понимают. Они не понимают, что строгость является высшим проявлением любви. Что любовь имеет две стороны медали. Первая сторона медали — это забота о человеке. Это самая первая сторона медали. Самая близкая. И самая начальная стадия любви. Но строгость к человеку является второй стороной медали любви, сложной и непостижимой для многих людей. Например, развитой семье супруги заботятся друг о друге очень сильно и очень сильно ведут себя строго, когда это надо. И жена, и муж. И эта строгость, она пропитана любовью, а не злобой. Ко мне один предприниматель сказал, он говорит, что мне делать со своим коллективом? Смотрите, если я, допустим, балую коллектив, они садятся на шею, хотят больше денег, мучают меня, а жизни никакой нет. Если я начинаю себя вести строго и зажимаю гайки, они злятся и пищат. И начинают ворчать, как бы сплетни строить. Он говорит, что мне делать? Я не знаю, как ими управлять вообще. Не так, не так. Ну, строго плохо. Расслабляю плохо. Денег никогда им не хватает. Чуть заплату повысил, еще надо, еще. Говорит, ты бесконечно и не знаешь вообще, что делать. Что мне делать со своим коллективом? Я ему ответил. Первое, что ты должен сделать, ты должен учиться любить этих людей. Учиться понимать этих людей. Пытайся, допустим, человек заболел, пытайся ему помочь. Приходи к нему домой. Ищи врача. Организуй ему лечение. У человека раздрайв в семье, попытайся найти психолога. Попытайся следить за тем, как восстанавливается семья. Попытайся заботиться об этих людях. Если ты поможешь кому-то из этих людей, то он всегда будет твоим другом. Допустим, если он делает что-то не так, ты его вызови в кабинет, скажи, слушай, ну давай работай нормально. Я для тебя, видишь, стараюсь. Я как бы стараюсь сделать тебя счастливым. Заболеешь, еще и еще помогу. Пожалуйста, приходи на работу вовремя. Сработает? А? Сработает. Потому что благодарность – это самая большая сила, которая меняет человека. На сто процентов. Стимуляция зарплаты. Захочется еще больше зарплаты. Наказание вызовет злобу. А если ты заботишься о человеке и становишься строгим с ним после этого, вот тогда наступает хорошая жизнь в коллективе. Люди из уважения к тебе будут вести себя правильно, потому что они уважают тебя как личность. Они видят, что ты хочешь им добра. Они гребешь под себя. Понимаете? Вот тогда наступит развитие в этом коллективе. Попытайтесь это понять. Но быть, любить людей – это непростая вещь, это аскеза. Потому что подчиненные всегда будут сосать кровь у своего руководителя. Они никогда его не отпустят. И всегда будут что-то хотеть от него. И надо их успокаивать, заботиться, нянчиться, подтирать попу постоянно. Это требуется силы. Где брать силы? Только от Бога. Только молитва может дать силы. Смеются, значит, уже почувствовали, прочувствовали ситуацию. Итак, смотрите, есть высшая цель жизни человеческой. Когда человек понимает, что осознание себя как души, осознание, что есть святость, что есть Бог – это самое главное. Это даёт бесконечную силу в сердце. Потому что на всё нужна сила, и на всё нужна сила любви. Чтобы просить – нужна любовь. Чтобы принять – нужна любовь. Чтобы научить – нужна любовь. Чтобы победить – нужна любовь. Понимаете? Чтобы тебя в тюрьму не посадили – тоже нужна любовь. Именно эта энергия расслабляет всех, не даёт возможности причинять тебе зло. Высшая цель человеческой жизни – самый большой водоём, в котором надо черпать воду своего счастья и своей судьбы. Это молитва, икона, духовная жизнь и жизнь в сердце. Вот здесь. Вот здесь в это надо верить. Я сегодня сидел с утра, читал молитву, и знаете, о чём я думал? Я думал о том, что очень много новых людей в зале. И я должен им объяснить. Это очень трудно. Я пытался в молитве победить эту ситуацию ещё с утра. И чувствовал, что не получится у меня полностью победить. Всё равно люди с лекцией, кто-то будет уходить. Сто процентов. Но я всё равно почувствовал, что в конечном счёте как бы всё будет хорошо. Жить надо раньше, чем приходит событие. Понимаете? Надо проживать его в молитве. С помощью молитвы надо побеждать судьбу. Это самый лучший способ это делать. Дальше. Есть жизненно важные цели. Вот эта высшая цель даёт силы на всё. Она является главной, потому что она является источником энергии. Без этой энергии ничего не сделаешь. Ни замуж нормально не выйдешь, ни работу нормальную не найдёшь. Ничего в жизни не получится, если у тебя не хватает этой энергии любви и спокойствия. Если ты работу ищешь, ты безработный, ты приходишь к работодателю, или у тебя жажда устроиться на работу, она всё разрушает. А если ты помолился, успокоился, пришёл, ты как себя чувствуешь рядом с ним? Нормально. Ты на нему на мозги не давишь, не унижен, не гордый, не возвышенный, не униженный. Ты просто человек. Ты пришёл к нему и говоришь, нужна работа. И разговарив с ним спокойно, по-доброму, у тебя нет желания, которое душит его в психику. Ты просто с ним говоришь нормально. И он смотрит на тебя, он думает, нормальный человек, надо взять. У него есть свобода выбора. Но вот когда человек давит на мозги и говорит о своих квалификациях, тогда свободы выбора нет. Он точно скажет, нам не надо. Точно так скажет. Почему? Потому что его уже будет трясти просто от самого разговора. Вы услышали меня или нет? Во всём нужна эта энергия любви, поэтому высшая цель человеческой жизни это отношение со святостью. Это надо делать каждый день, потому что силы на всё не хватает. Следующая цель важная, жизненно важной цели являются цели, которые увеличивают само собой достаток человека, его возможности в жизни и его счастье в целом. Что это за события? Что это за поступки? Не отгадайте. Да. Это жизненно важными являются следующие цели. Работа над собой. Поддержание своего психического, физического здоровья. Судьба портится. Прежде всего, что происходит? Здоровье тает. Психическое человек становится дёрганным, напряжённым. Или физическое здоровье тает, возможностей уже таких в жизни нет. Поддержание своего здоровья это тоже цель жизни, которая называется жизненно важная цель. Большинство людей не следят за своим здоровьем, поэтому теряют свою судьбу, теряют свою жизнь. Надо следить за своим здоровьем и психическим, и физическим. И надо изучать, как это делать правильно. Многие люди не знают, как это делать правильно. Работа над собой что даёт? Развитие человека. Он меняет своё социальное положение в жизни. Чем более развиты, как Личность становится, тем выше уровень слой жизни, в котором будет жить. Слой жизни человека зависит от его развития и его характера. Если у него характер очень правильный, то у него будут хорошие друзья, которые помогут ему работу найти. Как лучше всего найти работу? С помощью знакомств. Если есть люди, которые тебя уважают, они найдут тебе работу сто процентов. Вот если я без работы останусь, вы найдёте мне работу здесь в Омске? Кто поможет, поднимите руку? Ну, видите, сколько же без работы не останусь сто процентов. это факт. Теперь, как лучше всего выйти замуж? Если женщина развивается как Личность, у неё появляется много подружек и друзей, людей, которые готовы ей в жизни помочь. Советоваться будут обязательно. Женщине очень трудно понять мужчину. Для неё это как кот в мешке. Она не знает, то ли выходить за него, то ли не выходить. А самой женщине определить очень сложно. Она в смятении всегда. Но если она имеет много друзей, она раскусит его как орешек, вот так вот, быстро. Всё о нём будет знать. Изучит его полностью, этот человек, примет правильное решение. И друзья же помогут и выйти замуж. У меня есть такой случай. У меня есть одна девушка, у неё в гороскопе стоит крест. Вот, шансов нет выйти замуж. Знаете, как эти девушки выглядят? На них никто не смотрит. Вот не смотрит и всё. Как будто её нет в жизни. И один молодой человек, у которого жуткий страх перед семейной жизнью. Он делает отречённый вид, как бы ходит, такой отречённый весь. Ну, пора жениться уже. И старшие, которые разрушают плохую карму. Старшие это те, в кого верят младшие. Они верят, что этим людям надо верить. И дальше что происходит? Старшие говорят, тебе нужно взять замуж вот эту девушку. Подумай об этом. Он думает, у него много возражений, сомнений, препятствий. И старшие говорят, это всё ерунда, это не препятствие, это не возражение, это не сомнение. Потом он раз начинает думать, ну ладно, хорошо, никто же нас не тянет за руки, просто пообщаемся, познакомимся. Их знакомят старшие. начинают общаться, потом обнаруживают, что они супер друг к другу подходят, они вообще идеальная семья. Но возможность познакомиться у них была нулевая, просто нулевая. И в гороскопах у них не было возможности выйти замуж, ни у одного. Но благодаря милости старших они создают счастливую семью и 100% будут жить счастливо вместе. вы услышали меня или нет? Что гороскопы на благостных людей уже так сильно не действуют, потому что действует божественная милость уже. Девушек знакомят, находят им близких людей, если же люди в благости живут. Мужчин как бы объясняют, зачем нужно жениться и так далее. Люди создают семьи. Но люди в страсти все одинокие. Вот если вы чувствуете одиноким и вы не можете выйти замуж, значит вы живете в страсти. Жизнь в страсти означает не Бог высшая цель жизни. Потому что когда человек живет для Бога, он попадает в религиозную среду, в которой появляется общество какое-то людей. Человек ходит на какие-то религиозные встречи, духовной практикой вместе занимается отношение, становятся очень близкими, глубокими, и в результате человек постигает вкус такой глубокой чистой жизни. Вот такие вещи у нас происходят на фестивале Благость. Туда приезжает порядка 650 человек, и многие люди находят друг друга. Там создается очень теплая атмосфера, люди очень общаются друг с другом серьезно, и у них глубокие отношения. Они начинают понимать, что такое духовная дружба. Часто люди не понимают этого, они живут работа, дом, работа, дом, телевизор. То есть им трудно понять, что такое дружба, глубокие отношения. Они не понимают этого. вместе пообщались, лекции, семинары, общения, встречи и так далее, тренинги, концерты по вечерам. Люди погружаются в эту атмосферу, находят друг друга часто. Кто из вас был на нашем фестивале поднимителя? Вам понравилось? Друзей много нашли-то? Много. Видите, как классно. Жизненно важные цели означает изучение законов правильной жизни. И человек настолько чувствует это важно, что он не может оторваться. Я когда 20 лет назад больше уже, намного больше, то есть уже уже 25 лет назад, я когда познакомился с ведами, с древним знанием, то я слушал лекции день и ночь. Я не мог оторваться. Я просто всасывал это знание постоянно, то есть я к наушникам просто буквально не мог оторваться. Я чувствовал, что это для меня новая жизнь. Я как бы хотел быстрее, быстрее вдыхал это знание в себя. Понимаете, сейчас люди также мне пишут, говорят, Олег Геннадьевич, выключите свое аэрведа радио, не могу спать. Или по-другому пишет, другой человек пишет, Олег Геннадьевич, спасибо вам за лекции, теперь я так сладко засыпаю под них. Каждый находит свое. То есть знание это нектар, который входит в уши и как бы он меняет всю жизнь. Он дает много счастья, глубины, чистоты в жизни, радости и так далее. И также важной, жизненно важной целью является изучение законов своих семейных общественных обязанностей. Человек должен эти законы изучать, как в семье жить, как перед обществом себя вести. Это все очень важно, это является жизненно важными целями, потому что эти цели, три, работа над собой, раз, поддержание своего здоровья, это одно и то же, это все вместе. Дальше изучение законов правильной жизни, как этот мир устроен, два, и выполнение своих обязанностей, три вещи, вот эти три вещи, они дают человеку возможность очень комфортно и счастливо жить в этом мире. Они обеспечивают ему хорошее социальное положение, хорошее здоровье, хорошую семейную жизнь и понимание, чего здесь происходит и зачем нужна эта жизнь. Все встает на свои места. И высшую цель человеческой жизни, это служение Богу и мысли о святости, это высшая цель осуществляется за счет жизненно важных вот этих целей. И эти же жизненно важные цели, они же дают путь и к важным цели человеческой жизни. Есть еще важные цели человеческой жизни. Какие это важные цели? без которых тоже очень трудно жить. Но они не являются главными, их нельзя ставить на первое место. Первая важная цель человеческой жизни — получить образование в соответствующей природе, своей природе, цели. трудиться с любовью, с радостью в жизни, чтобы жить радостно, чтобы у тебя правильная работа была, та, которая тебе подходит. Стремиться в обществе занять то положение, которое помогает правильному развитию личности. Следующая важная цель. И третья важная жизнь — это устроить правильно свою жизнь, согласно саконам Писания. Три важные цели. И есть второстепенные цели, которые вообще не стоят мыслей и внимания. Но те люди, которые делают второстепенные цели главными в своей жизни, разрушают свою жизнь, косточки на косточке не оставляют от своей судьбы. Первая второстепенная цель — достижение достатка и благополучия. Вторая улучшение своего положения в обществе. И третья улучшение условий жизни. Вот когда человек хочет денег в жизни, хочет власти и хочет комфорта, его жизнь становится безнадёгой. Знаете почему? Потому что все эти вещи в жизнь приходят как награда. Награду ставить целью своей жизни — это безумие. Вот если, допустим, студент думает об отметке во время сдачи экзамена, а не о том, как выучить материал, это безнадёга. Этот человек реально теряет всё в своей жизни. Потому что материал не будет выучен в конце концов, он не будет специалистом, он будет жить только для оценок, и когда оценка получена, он будет забывать всё, что изучил. Понимаете? То есть это безнадёга. Во-первых, он будет очень сильно привязан к оценкам, и оценки от этого будут хуже. Потому что преподаватели, когда видят, что человек оценку хочет, а не материал хочет говорить, они его рубят за это. И потом всё равно всё забудет этот человек по-любому. Потому что память приходит не от того, что человек учит для оценки, а от того, что с интересом изучает материал. А интерес это совсем другое дело. Это не желание оценки, а это желание стать специалистом. Это совсем другое дело. Это более высокая цель в жизни. Диплом это одна цель, а желание стать специалистом совсем другая, более высокая. Она относится уже к разряду важных. Получить образование не получить диплом в соответствующей природе разума, то есть это означает власть, возможности, влияние, а получить образование, понимаете, это совсем другая вещь. Стать врачом и получить диплом врача, это разные вещи принципиально в жизни. На французской стороне на чужой планете предстоит учиться мне в университете. До чего страдаю я, не сказать словами, плачут добрые друзья горькими слезами. Почему? Потому что нежелания учиться нет, есть желание диплома, это вызывает жуткую жизнь, жуткие страдания, страшную судьбу, не та цель в жизни. цель определяет все в жизни. Если цель поставлена правильно, все, судьба сложилась. Высшая цель дает энергию на все, дает человеку удачу, дает знания. И откуда приходит полномочия человека, откуда приходит жена, работа, это все подарки, понимаете, человек выполнил свои экзамены в жизни. Все сделал как надо, получи, нет проблем. Но если человек хочет подарка, тогда подарок к нему не приходит, потому что не то желание. Хочешь учиться правильно, получи подарок, это твой бонус, жена это бонус. Если мужчина ведет себя правильно в жизни, он учится быть сильным, смелым, ответственным, то все женщины его может выбирать. Мужчина когда учится быть ответственным, серьезным в жизни, учится держать слово, вести себя нежно, деликатно, учится быть верным. Вот девушки, вот сейчас я вам даю тест. Вы никогда не видели этого человека, я перечисляю его качество, чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, тещу мамой называл, был к спиртному равнодушен, и в беседе был нескушен, ответственный, сильный, серьезный человек. Не видели никогда, кто готов выйти замуж, поднимите его. Вот уже есть желающие. Представляете? А если увидят, так вообще как бы. Так если это так, так зачем мужчине вообще париться, искать себе жену? Просто работай над собой, придет время, все выстроятся в ряд, выбирай. Так ведь или нет? Ну ведь так. или девушка допустим спиренная, скромная, добрая. Девушки пригожие. Вот там. Как? Ну не так, немножко, конечно. Пригожие означает красивые. на черте похожи немножко другие девушки. Симона, девушка моей мечты, королевы красоты. тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю вот там уже черти не та немножко область а пригожие означает совсем другие девушки у них другие песни, другие танцы они красивой душой такие девушки добрые, смиренные, отзывчивые, ласковые верные это красота другая совсем у женщины есть два типа красоты есть красота, которая сшибает мозги у мужчин эта красота имеет природу эгоизма женщины ее самоутверждение в обществе и она имеет природу просто влияния эффектности такая женщина очень эффективно выглядит она очень такая, как бы влиятельная она просто скручивает мужикам мозги эта красота, она действует по мозгам сильно но в личной жизни не помогает девушке потому что она не помогает быть счастливой в основном девушки стремятся именно к этому виду красоты но есть другой вид женской красоты эта красота не имеет такого сильного влияния и она предназначена не для мужчин, которые хотят секса а для мужчин, которые хотят семью эта красота женская другая она соткана из хороших черт характера женщины из доброты, нежности, отзывчивости, ласковости верности и эта красота имеет природу теплоты которая исходит из сердца женщины или девушки и указывает мужчине на то что вот эту девушку надо брать замуж потому что есть два желания у мужчины в сердце возникает вожделение мозги срывает то есть ему и он такой то есть без тебя без моей любви я прожить, конечно, сумею без тебя без твоей любви ни прожить не смогу ни дня ну ты такая энергия так действует вот а есть другие девушки, которые вызывают в сердце спокойное чувство но очень чувство такое уверенность, что с этим человеком будет счастье разумные мужчины ищут таких девушек себе они когда им крышу рвет они боятся таких девушек потому что они чувствуют, что рвать крышу будет и другим тоже не только мне сто процентов вот поэтому как бы они боятся, побаиваются думают нет, такая мне не нужна слишком все круто он хочет надежного человека в жизни надежного вот эта надежность из женщины исходит когда она работает над собой тоже красота это тоже вид красоты но другую природу имеет создает хорошую семью этот вид красоты когда женщина бросает мужа то этот вид красоты у нее из сердца уходит сердце становится холодным а не теплым ей надо сильно раскаиваться чтобы пришел этот вид красоты в сердце вновь это не просто в жизни сделать раскаяться когда бросаешь человека потом бросать никого не надо это нехорошо это не помогает жизни нужно сдавать экзамены свои друг с другом не бросать не бросать если на учебе не нравится ни один предмет а вообще в принципе учеба не по душе строит ли бросать университет или нужно принять хороший вопрос класс нужно сначала принять нужно сначала молиться и принять вот свою судьбу что я такой настолько тупой что поступил в этот университет который вообще не не подходит надо принять это я просто шучу не обращать внимание на эти слова надо принять вот надо молитве принять что вот так в моей судьбе получилось что я поступил вот в это место где мне ничего не нравится ни один предмет вообще и в молитве принять просто эту жизнь принять когда человек принимает то это принятие когда у сердце успокаивается что я учусь в этом институте дальше приходит знание правильно я делаю что учусь здесь или нет и без этого знания ответа нет вот я допустим вам скажу сейчас бросать не бросать вы бросите и опять пожалеете один человек ко мне подошел и говорит Олег Геннадьович была лекция претензначения человека он говорит какое у меня претензначение чем не заниматься какая специальность я говорю не скажу потому что это вам не поможет нет скажите я не отойду отсюда я говорю хорошо вот у вас такая специальность вам вот этим надо заниматься это вам эффективно для вас. Он говорит, а у меня другая работа, я вот этим занимаюсь. Я говорю, ну вам нравится? Он говорит, нет. Я говорю, ну тогда смотрите. Потому что человек, когда развивается, по жизни идёт, то первое, что он получает в жизни, это работу там, где много денег. А потом он получает по жизни работу там, где очень много счастья. И человеку всё равно придётся сделать выбор. Он выбирает между деньгами и любовью к труду. Потому что вместе это не получается сразу. Там, где человек любит труд, он сначала денег нет. А потом постепенно они приходят в результате его развития. Но у человека всегда есть выбор. Или деньги, или счастье. Я говорю, вот счастье вы вот в этом труде получите. На следующий день я к нему подхожу и говорю, вы поменяли работу? Он говорит, нет. Я говорю, а планируете? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Он говорит, а где гарантия, что если я брошу, и вы мне правильно сказали? Я говорю, что ж вы меня тогда мучили, пытаясь добиться ответа. Он говорит, ну я не знал, что вот так будет. Мне казалось, что если вы мне скажете, то так оно и будет потом. Я говорю, вы ошибаетесь. Котлета, пережёбанная мной, для вас вкусной не будет. Каждый должен жевать свою котлету сам. Ну то есть человек сердцем только может понять, где ему работать. Невозможно. Так же и вера тоже. Некоторые подходят. Олег Геннадьевич, какая у меня должна быть вера? Я говорю, ваша вера? Он говорит, моя? Я говорю, да. Тогда понятно. И пошёл человек. Такое бывает тоже. Вот. Веру не найдёшь человеку, человек находит веру сам, потому что это самое главное в жизни. Близкого человека не найдёшь, он должен найти сам. Но если ты старший, для него судьба через тебя действует, ты можешь помочь. Работу не найдёшь, специальность не найдёшь, потому что, когда человек, цель жизни правильно ставит, у него цель жизни Бог, тогда знание приходит, чем заниматься в жизни само, в результате развития Личности. Потому что, когда высшая цель правильно человек ставит, эта цель освещает всё его существование, этот свет знания приходит в сердце, и сердце начинает понимать, как жить, что делать. Понимаете? И поэтому вам надо сначала просто помолиться Богу, научиться молитве, для того, чтобы принять, что вы учитесь в этом институте. А дальше всё как по маслу пойдёт в вашей жизни. Будет два варианта. Или вы поменяете свою учёбу, и, скорее всего, Бог даст возможность как-то перевестись куда-то, чтобы не бросать, и не сохранить эти несколько лет обучения. Или вы закончите этот институт, и будете дальше идти по жизни. Но у меня нет ответа для вас на ваш экзамен. Где находится третий центр разума? Третий центр разума находится в области паха. В области лба центр разума, который даёт мужское рождение, он связан с энергией знания. Второй центр разума даёт женское рождение, связанное с энергией любви. Здесь находится сила любви, вера в любовь в человека. И третий центр паха и разума, связан с вечностью или желанием жить. Это желание жить и у женщины, и у мужчин одинаковое. Поэтому он не имеет половых признаков. Все эти три центра разума связаны с душой. У души есть три типа энергии всего. Душа всегда хочет знать, как правильно жить. Она хочет знания. Душа не может жить без знания. Второе. Душа не может жить без любви. Невозможно жить без любви. И третье. Душа хочет жить. Она вечную природу имеет. Она хочет жить. Она не хочет умирать. Поэтому третий признак являются также признаками жизни. Как определить, есть душа где-то или нет? Веда объясняет. Если кто-то стремится к любви, значит, есть жизнь. Если человек, если что-то стремится к свету, то есть знанию, значит, есть жизнь. Там есть душа. Если кто-то хочет жить, также есть душа. Например, дерево. Есть там душа или нет? Очень просто понять. Дерево стремится к свету, то есть к знанию. Знание и свет — это одно и то же. Знание просветляет, а не знание дают тьму, во тьму жизни погружает человека. Дерево стремится к свету, дерево даёт любовь, то есть цветки пахнут любовью. Когда распускают цветки, они пахнут любовью. То есть так проявляется любовь в дерево. И дерево хочет жить. Ему отрезают ветки, оно растёт вновь, оно хочет жить. Значит, там есть душа. Сто процентов. Собачка хочет жить? Хочет. Любовь проявляет? Проявляет. Знать хочет, где есть пища. Нюхает, бегает. Хочет. Всё, значит, там есть душа. Понятно, да, система? У души есть три главные признака. Желание жить, желание знания, желание любви. Всё. Расскажите о оставшихся трёх признаках благочестия, переходящихся в прошлой жизни. Мы говорили о хорошем рождении. Также является следующим признаком благочестия. Это хорошее образование. Человек рождается в образованной семье. Знающим человек рождается, способностью изучать. У него есть возможности знать много. У него хорошая память с рождения. Хорошая возможность получать знания. У него хорошая, развитая логика там и так далее. Это с рождения даётся. Следующий признак благочестия — это способность быть богатым. Такой человек имеет следующие врождённые качества. Первое — способность вести себя уважительно в обществе, чтобы его уважали. Второе — видение людей, способность понять, кто как будет работать, кто обманет, кто не обманет, с кем заключать договор, с кем не заключать. Это признак благочестия, дающий деньги. Третье — это способность понять, где есть деньги. Запах денег человек чувствует. Чувствует, куда надо направить свои силы, где придут средства. Это признаки благочестия, дающие богатство. Следующий признак благочестия — это красота. Объяснять нет? Из чего состоит красота? У неё глаза! Бриллианты три карата! Губы у неё! Не поверите, ребята! Пора заканчивать, да? Я надеюсь, что сегодня вам не было скучно. Надеюсь. Лекция была очень сложная, и поэтому многие уходили, приходили. То есть, ну, концерта не было никакого. Завтра, обещаю, концерт уже будет. Тоже сложная лекция. Я буду завтра говорить уже о молитве, о про технике, но мы будем с вами также петь обязательно. Сейчас поднимите руку, кому было скучно. Всё нормально. Все скучно, кому было, уже ушли. Спасибо вам большое. Ну ладно, хорошо, тогда спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, все сядьте прямо. Давайте немножко углубимся в молитву. Настрой сейчас будет более сложным. Так, смотрите. Наша цель какая? Наша цель сейчас — научиться чувствовать святость. Как её можно почувствовать? Если человек почувствовал что-то в своей жизни, откуда-то пришло благодать какая-то Божья пришла, он где-то на святом месте был и почувствовал радость такую чистую, почувствовал, читая книгу о святом человеке, от какого-то святого человека почувствовал чистоту, вот захотелось этого человека увидеть, узнать. Человек почувствовал, что в святом месте, как бы он прислонился к святой земле, и ему легче стало жить. Он почувствовал, что вот эта икона является священной, хочется о ней думать. Это значит, что Бог дал свой знак. Где дорога к нему? Через что идёт к нему дорога? Кто-то какую-то молитву услышал, она ему понравилась. Это то, о чём надо думать сейчас. То есть у каждого человека такая дорога есть. Какой-то очень возвышенный, религиозный человек помог в жизни, и хочется о нём думать. Надо думать, вспомнить вот эту святыню, что-то святое в жизни вспомнить. Всё святое связано с Богом. Свет означает то, что исходит от Бога. Какая вера? Всё это индивидуально. Всё это от одного и того же Бога идёт. Разные веры, разные религии, разные направления знания. Каждый выбирает своё. И у каждого в сердце своё что-то возникает в жизни всегда. Вспомните ту святыню, которая вам пришла в жизни в сердце. Или, может быть, вы уже молитесь так Богу. Вспомните сейчас об этом. Кланитесь. Поклон означает «я хочу жить не для себя». Когда человек кланится, он становится смиренным. Когда человек становится смиренным, он ближе к душе становится. Его духовность возрастает от этого. Надо святыне покланяться, свою гордость убрать, оставить чистоту. Мысленно кланяться надо. Мысленно кланяться святыне. «Я желаю всем счастья». Что это такое «я желаю всем счастья»? Это служение святыне. «Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра». Ну то есть за солнцем, что значит за Богом? За солнцем, солнце сравнивается с Богом. То есть за сиянием, за светом иди, за святостью иди. Это «дорога добра» называется. То есть человек должен встать на этот путь в конце концов. И надо повторять. «Я желаю всем счастья», потому что это служение святости. Святость не живёт для себя, она живёт только для других. И для того, чтобы мне к ней приблизиться, мне надо стать таким же, хотя бы на время. Для того, чтобы в сердце зашла чистота, красота, счастье и любовь, нужно стать проводником этой силы. Желайте всем счастья, не думайте о себе. Подумайте о себе, закройте в дорожку. «Ой, я так классно всем желаю счастья». Понимаете, как только вы будете желать всем счастья, у вас появится в сердце что? Спокойствие. Хорошо станет, радость появится в сердце. В этот момент человек отвлекается уже по желанию всем счастья, он думает об этой радости и такой «Я желаю всем счастья, это классно». Понимаете, всё там уже закрыто. Канальчик закрыт, потому что когда человек увидел счастье своё, подумал о нём, дорожка закрывается, всё. Надо думать о других. «Я желаю всем счастья», думать о счастье других. И тогда канальчик работает дальше, дальше, дальше и развивает вас как Личность, побеждает вашу судьбу, препятствия все преодолевает. Попытайтесь не отвлекаться на себя. Ни в счастье, ни в горе. Некоторые взевают «Я желаю всем счастья», «Я желаю всем счастья», «Я желаю всем счастья». Понимаете, о чём я говорю? Если вы не вспомнили святость, не почувствовали её, ничего не получится. Будете спать, зевать просто будете. Но если вы вспомните, вы включите сердце, вы будете повторять сердцем. Что во время этого повторения важнее? Желать всем счастья и вспоминать святость. Важнее сначала вспоминать святость, потому что желание всем счастья будет естественно в этом случае идти. Вам не надо будет напрягаться. «Я желаю всем счастья!» Не надо будет напрягаться, понимаете? Вы будете естественно желать всем счастья, потому что вы вспомните чистоту. И просто «Я желаю всем счастья», «Я желаю всем счастья», вспоминая объект святости. Вот чем мы сейчас будем заниматься. Пожалуйста, сделайте именно так. Не думайте о чём-то другом. Вы увидите, как ваша жизнь поменяется. Все сядьте прямо. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Теперь тихо. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания. И всего самого светлого в вашей жизни. Я очень вам благодарен за то, что вы были со мной все это время. Спасибо вам. Всего вам доброго. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ